Хроническое покраснение головки члена и крайней плоти. К нам обратился мужчина, 56 лет, у которого длительное время, порядка 6 лет, на крайней плоти и головке существуют красные пятна, с уплотнением в основании, то есть по-хорошему бляшки, можно так их назвать, вы можете видеть на картинке, в том числе под видео наше, более подробно в статье, где у мужчины на крайней плоти имеется очаг покраснения с уплотнением в основании, более такого красно-розового цвета и коричнево-красного цвета пятна на головке члена. Он длительное время наблюдался у драматологов КВД с диагнозом бланопастит. Естественно, что ему назначали мои любимые гормональные мази врачи маляры, потому что больше ничего не знают. В дальнейшем, соответственно, недавно ему одним известным человеком, широколомым профессором был поставлен диагноз соответственно болезнь Кира. Что такое болезнь Кира? Это предраковые заболевания, которые локализуются чаще всего на головке члена. Однако он был направлен к онкологу, но перед онкологом обратился в наш центр. Что делают при болезни Кира, если ее подозревают? Делают следующее, хотя бы соскоп на онкоцитологию. Это простое, доступное обследование, которое мы провели, никаких атипичных клеток обнаружено не было. Первое. Второе. При болезни Кира очаг, как правило, единичный – один всего очаг предракового заболевания. Наиболее частый он расположен на головке, здесь очагов мы видим несколько – и на головке пятна, и на крайней плоти. Третье. Очаги при болезни Кира имеют такую форму воспаленного пятна, которое непосредственно похоже на бархат. У нас есть видео на канале про болезнь Кира, где конкретный пример приведен, но это совсем не болезнь Кира. Что же это такое? Учитывая длительный характер заболевания, мы обследовали пациента на половые инфекции, на грибки, на бактерии из головки члена. Однако вместе с аллергией и также из крови ничего выглядело не было. Что это такое? Учитывая плотность на крайней плоти, нам удалось пошелушить это пятно аккуратненько с капелем и получить псориатическую триаду. То есть это псориаз. Что такое псориатическая триада, сейчас я широко объяснять не буду, это, если коротко, шелушение и капельки крови вытекают с участка высыпания. Здесь очень важно перед этим, что сделать? Не мазать глюкортикостероидами, мазями, так же как и перед анализами тоже самое, не мазать, отменить наконец эти назначения любимых моих врачей и маляров. Соответственно псориаз на члене часто, ну по крайней мере в практике вашего покорного услуги, локализуется как моновысыпание. В широкой литературе я не встречаю такие вещи, но учитывая, что я работаю в основном с покраснениями головки члена, крайней плоти, то соответственно действительно здесь псориаз встречается часто. И я осматриваю таких пациентов, в том числе и данного пациента, да? И никаких других высыпаний нет. В том числе и на волосе, в части головы, локтях и т.д. Точной статистики у меня нет, потому что мне некогда заниматься профессорским ничего не деланием, которые просто собирают статистику. Я не готов вам доложить, сколько конкретно людей болеет изолированным псориазом полового члена, однако этот случай, псориаз полового члена раз. Второе, что касается лечения. Здесь не нужны вот эти новомодные, к сожалению, наших докторов, цитокиновый препарат. Почему не нужны? Да потому что все разрешается обычной венгерской схемой, витаминами, витаминами группы А, витаминами группы С, никотиновой кислотой и т.д. Наружно делается тот же самый противоксториатический нафтатерн, например. Можно использовать Дейванекс, в ряде случаев Дейвабет, однако здесь мы его не применяли. Внутривенно обязательно натрий-тосульфат, кальций-глюканат, озон, витамины группы В. Вот такой терапии в течение 3-4 недель оказалось достаточным от правил у большинства пациентов. Опять же я часто слышу мнение, в том числе на конференциях, что псориаз половых органов, псориаз заднего прохода часто ассоциируется с поражением суставов. Однако в своей практике я подобного не наблюдаю. Возможно, когда псориаз есть в том числе на половых органах, а еще поражает и, к примеру, локти, волосы, другую часть тела, то тогда, возможно, псориатический артрит, пораженный сустав наблюдается чаще. В моих случаях практически псориатического артрита не наблюдается. При монопоражении половых органов на влагалище, полового члена такого я не наблюдаю у пациентов. Поэтому это лечение относительно простое, да, оно не каком-то мазью, как врачи-мазевики любят вот эти вот маляры. Однако в большинстве случаев оно крайне доступно, да, и приносит хорошие эффекты. Для ускорения этих эффектов мы в ряде случаев используем ту же самую полутерапию с наружным использованием амифорина раствора, да, и плюс к этому ультрафиолет аспекта. В ряде случаев мы дополняем, когда это плохо разрешается, еще и таким видом терапии, но обычно вполне достаточно того, что я уже перечислил выше. Поэтому прежде чем ставить какую-то диагноз, тем более предраковое заболевание, пугать пациента, необходимо его обследовать, в крайнем случае можно сделать гистологическое исследование. В этом нет ничего сверхсложного. Другое дело, что, конечно, безрукие профессора это не могут. Но в принципе они могут привлечь уролога, сделать гистологическое исследование той же крайней плоти и получить четкий ответ – болезнь Кейра – это или нет. Поэтому если у вас не проходят какие-то высыпания на члене, это не значит, что их нельзя ликвидировать, это просто возможно, что их нельзя ликвидировать только мазью. Да, как бы такое возможно, вполне и бывает, и замазывание в течение недель, месяцев, а в ряде случаев даже и лет своего покраснения головки полового члена глюкортикостероидной мази приводит только к атрофии кожи и формированию порочного круга, вот такого воспаления или псориаза в нашем случае. Поэтому если подобные мази не помогают две недели, нужно обследоваться и менять лечение, которое вам назначают. При необходимости диагностики и лечения рачных высыпаний в области половых органов, вы можете обратиться к венерологам и урологам нашего медицинского центра «Платный коридор» в Москве. У нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем вас на нашей клинике. Подписывайтесь на наш канал на ютуб и на шкале инстаграм. Спасибо за внимание.